Девушки отдыхают Долгожданным этот выпуск мы назвали потому, что за судьбой прорыва мы следили на протяжении нескольких лет. Да, его показывали на форумах и выставках. Но так, чтобы дали поездить, пострелять, такого еще не было. Во многом именно по этой причине Т-90М оброс легендами и небылицами, в том числе и в профессиональной среде. А между тем, именно этот танк скоро станет самым массовым из числа самых современных в нашей армии. Создавался он на базе танка Т-90, который давно зарекомендовал себя и в наших вооруженных силах, и в армиях других стран. Но надежный и мощный Т-90 создавался все же 30 лет назад. За это время танкостроение сильно ушло вперед. Так вот, для того, чтобы успеть за временем, но при этом не потратить лишних средств, и появилась эта модернизированная версия 90-го Т-90М. Но поскольку опытно-конструкторская работа при создании новой машины шла под шифром прорыв, за танком и закрепилось это имя Т-90М-прорыв. Этот танк и в самом деле вышел прорывным. И вот сегодня на ваших глазах он будет творить чудеса, покорять горы, осваивать бездорожье и, конечно же, стрелять. Причем не только обычными бронебойными боеприпасами, но и управляемыми ракетами. Нам очень хочется, чтобы этот выпуск стал прорывом для прорыва, чтобы весь мир узнал, на что способны танкостроители из России. Прежде чем показывать возможности нашего героя, давайте представим место, где мы сегодня работаем. Сейчас знаменитая Кубинка входит в состав третьего научно-исследовательского института Минобороны. До этого центр неоднократно переименовывался. Его статус и название менялись не раз, неизменным, оставалось и остается главное. Вот уже 80 с лишним лет здесь проводятся испытания самой современной и передовой бронетехники, начиная с легендарного Т-34 и заканчивая арматой. Показать лишь малую часть большой программы испытаний. Впрочем, ничего из того, что вы увидите в нашей программе, прежде широкой публике не демонстрировали. Эти кадры военная приемка снимала еще в апреле 2018 года. Тогда нас впервые допустили на испытания нового танка. На этом этапе Т-90М должен был подняться в гору, затем спуститься с нее. Причем таких склонов в Кубинке несколько и у каждого свой угол. Закончив исследование ходовых качеств новой машины на сложном рельефе, танкисты перешли к проверке на выносливость. Целыми сутками с остановками только на дозаправку прорыв наматывал километры на Кубинском полигоне. Так, отрабатывая самые необычные пункты программы испытаний, танк пережил весну, лето, осень, и только зимой начались стрельбы. Прошло еще немного времени, и мы снова оказались в Кубинке. Однако Т-90М – это совсем другое дело. Этот танк и мощнее, и бьет он точнее. Что касается двигателя, здесь он. Здесь используется двигатель повышенной мощности. По сравнению с Т-90. Да. Башня. Башня – новая, уникальная башня. Кардинально отличающаяся от серийной. Ствол. Ствол используется тот же, при этом имеет конструктивную особенность. Это использование учета и сгиба канала ствола. То есть, где-то находится специальный прибор. Покажите, где он. На маске пушки расположены приемно-передающие устройства. На дульном срезе используется так называемый отражатель. Начальник центра говорит, во время стрельбы любой ствол всегда незначительно деформируется из-за воздействия высоких температур. Отражатель фиксирует эти деформации, передает сигнал на электронный мозг танка, и он, в свою очередь, вносит корректировку. Что касается новинок, здесь мы видим появившееся противоскользящее покрытие. И вот с его помощью можно совершенно спокойно ходить по наклонным поверхностям. Дальше. Мы знаем, что здесь появилась система видеонаблюдения. Да. Это вот она, да? Нет, это не система видеонаблюдения, это индикатор лазерного излучения системы постановки завес. А система видеонаблюдения располагается вот на этой мачте и обеспечивает круговой обзор членам экипажа. Говорят, здесь появился какой-то военный Wi-Fi. Ну, если можно так сказать, используется военный Wi-Fi, обеспечивает взаимодействие между машинами. Приятным бонусом стала камера заднего вида. Сейчас у многих стоят такие на автомобилях. И все мы знаем, как эти камеры пачкаются на трассе. Так вот, создатели Т-90М это учли и закрыли объектив крышкой, которая автоматически открывается при включении задней передачи. И вот таких маленьких новшеств на прорыве множество. На то он и прорыв. Что ж, давайте проведем небольшой экскурс по внешней поверхности танка. На штанге с камерами мы видим датчик ветра, датчик температуры воздуха. Дальше Wi-Fi антенна, антенна обычной связи. На самом верху дистанционная управляемая пулеметная установка. Рядом прицел командира панорамный. Кроме этого, свой прицел-дублер предусмотрен для наводчика. Плюс к этому в танке существует главный прицел и целый набор триплексов. Теперь, что касается защиты. Весь танк буквально облеплен. Индикаторами системы постановки завес. Вот они, пусковые установки этой системы. Дальше, по всему периметру рассредоточен комплекс динамической защиты. Все это вместе призвано защищать танк от попадания боеприпаса. В эфире военная приемка. Мы во-прежнему находимся на броне танка Т-90 «Прорыв» и готовимся вести огонь бронебойными боеприпасами. Значит, первое, что мы передали, это что было у нас? Это был бронебойный подкалиберный снаряд, а это метательный заряд. После того, как боеприпасы загрузили в автомат заряжания, за рычаги танка садится механик-водитель, запускает двигатель и выдвигается на исходный рубеж. То, что вы увидите сейчас, это большая редкость. Сейчас на ваших глазах танк Т-90 «Прорыв» откроет огонь бронебойным боеприпасам. Даем команду, закрываем в этот момент уши и оказалось, что все не так страшно. Первый выстрел прошел. Напомню, мы сейчас бьем по танку Т-64, который используется в качестве мишеней. Давайте посмотрим на этот выстрел еще раз. Буквально за доли секунды из ствола вырывается огненный цветок, при этом сам танк только слегка вздрагивает. Словно и нет никакой отдачи. Проходят доли секунды, снаряд врезается в броню, тут же появляется вспышка, и над мишенью зависает облако дыма. И вот теперь самое интересное. Кадры, снятые высоко скоростной камерой в режиме 15 тысяч кадров в секунду. Сначала мы видим шар огня, из которого вырывается и летит к цели снаряд, затем яркая вспышка, дым почти рассеивается, но вихрь снега продолжает подниматься вверх. Для полноты картины надо представить вид изнутри. Сначала в зарядную камеру отправляется бронебойный снаряд, дальше следует метательный заряд. За ним сильная отдача, совсем не такая, как при виде снаружи, выброс пороховых газов. Кажется, экипажу уже нечем дышать, но газы буквально за пару секунд уходят из боевого отделения. Как? За счет чего? И сейчас пришло время отправиться туда, где еще не ступала нога журналиста. Теперь мы погружаемся вниз, что касается удобства. Здесь надо обратить внимание, что на этой модификации появились ступеньки. Вот первая, вторая, дальше спинка, она регулируется. Ну и, наконец, самое главное, в прорыве, в отличие от всех предыдущих модификаций танка Т-90, да и, если смотреть раньше на предыдущие модели, здесь впервые появляется кондиционер. В прорыве из танковой пушки загазованность в боевом отделении появляется, но при этом проработаны мероприятия, которые снижают воздействие данного вредного фактора на экипаж, в частности, на командира и на наводчика. Поэтому для этой пушки применяется устройство-ресивер, которое предназначено для снижения концентрации пороховых газов в башне. Впрочем, эта технология уже давно освоена нашими танкистами, так же, как и применение автомата заряжания, которого, кстати, до сих пор нету в самом современном танке армии США, Абрамсе. Именно поэтому, что нового появилось на месте наводчика? Основной новизной, основным новым элементом на месте наводчика является многоканальный прицел. Многоканальный, потому что в его состав входит несколько каналов. Телевизионный, тепловизионный, визирный канал, канал управления, управляемый ракетой, дальномерный канал. Данный прицел обеспечивает всесуточность применения танка. Мы уже провели небольшой экскурс по внешней поверхности танка. Теперь пройдемся по внутренней и представим себя на месте командира. Перед глазами у него видеосмотровое устройство, проще говоря, монитор, панель управления прицелом, пульт управления, именно отсюда ведется огонь, панель управления прицелом-дублером, дальше система вентиляции обогрева, радиосвязь и панель управления видеокамерами. То есть, для того, чтобы видеть то, что происходит снаружи, у командира существует целый набор видеоприцелов и видеокамер. Мы спрашиваем, а что делать, если вся эта электроника выйдет из строя? На рабочем месте командира значительно улучшены эргономические характеристики и характеристики обзорности. В первую очередь, за счет применения восьми триплексов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При этом есть конструктивная особенность. Триплекс и прицел командира, связанные между собой, при необходимости поле зрения панорамы может приводиться к полю зрения триплекса нажатием кнопки управления. Понятно. Это дает возможность быстро перебросить оружие в сторону цели и приступить к ее поражению. Есть у командира под рукой еще одна интересная вещь. Устройство выбора типа боеприпасов. Это значит, что он в любой момент может принять решение, каким боеприпасом будет стрелять здесь и сейчас. Теперь, когда мы разобрались с теорией, пора переходить к практике. И мы снова загружаем в танк бронебойный снаряд, а дальше берем боеприпас, явно превосходящий его по силе пробития. След за бронебойным мы опустили, передали управляемую ракету. На что способна такая ракета, выпускающая кумулятивную струю? Мы видели, когда стреляли, сейчас вы удивитесь, из гранатомета с запоминающимся названием «Клюква». Привесив 13 килограммов, «Клюква» на наших глазах пробила железобетонную стену толщиной в 2 метра. Можно представить, на что способна подобная ракета, вылетающая из танка. Стреляем мы по тому же самому объекту. Говорят, что сейчас уже будет не так громко, да? Да. Поэтому мы подошли поближе. Давайте даем сигнал на открытие огня. И говорят, сейчас можно будет проследить полет ракеты. Вот, мы видим, она идет, 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 идет. И вот, влетает в танк, и отсюда было видно, собственно, попадание. На положение, да, было. На кадрах, снятых высоко скоростной камерой, хорошо видно, как ракета выходит из ствола, потом за ней раздувается небольшая вспышка, вслед за которой вылетают остатки метательного устройства, которое задало ускорение. Со стороны это очень похоже на отделение ступени от ракеты. Итак, мы видели вылет снаряда. Но что касается попадания, даже на камеру, которая стоит в нескольких километрах от цели, видно, как на фоне белых сугробов летит желтый светлячок, который вскоре врезается в черный корпус боевой машины. Вот он, взрыв. Столб огня поднимается вверх, и танк снова окутывает черная туча дыма. Обратите внимание, как белый снежный покров вокруг танка покрывается сажей. Цель поражена. Вслед за ракетой мы заряжаем второй бронебойный снаряд, только в этот раз танк ударит им по цели сходу. И вот боевая машина трогается с места, разгоняется, подъезжает к отметке и прямо в движении открывает огонь. На мгновение кажется, что Т-90М бьет из огнемета, а не из пушки. Ну а дальше снова попадание в цель, стоп-искры с брони и осколки, летящие во все стороны. Страшно представить, что стало бы с танком и его экипажем в настоящем бою. Глядя на все эти успешные попадания, даже не верится, что у нового танка сложная и драматическая судьба. Танк Т-90 начали разрабатывать в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе в конце 80-х. В 92-м приняли на вооружение, в то самое время, когда для России и ее экономики наступили тяжелые времена. Многие забыли, но спасла российские танки тогда Индия. В начале 2000-х индийцы подписали крупнейший контракт на экспортную версию Т-90. И завод ожил. А сам Т-90 оказался настолько удачным, что стал основой до множества других военных машин. На его базе уже построили самоходную гаубицу, коалиция СВ, систему залпового огня Солнцепек, БМПТ, нового поколения Терминатор, машины для разминирования. И вот теперь дорогу в жизнь пробивает в себе прорыв-3. Его разработку конструкторы УКБТМ, Уральского КБ Транспортного машиностроения, начали еще в 2015 году. Тут же на Уралвагонзаводе собрали опытную машину, которая существует сейчас в единственном числе, и которая на наших глазах проходит испытания в Кубинке. Кто не знает, напомним. Наш собеседник, руководитель группы конструкторов, разработавших Армату. Он же разработчик экспортного варианта прорыва танка Т-90МС, с той, на котором мы ведем сейчас разговор. Из нововведений Терликов обращает внимание на автомат сопровождения цели. Чтобы было понятно, насколько качественно работает этот электронный набочек, вернемся в Кубинку. Пришло время своими глазами посмотреть, что сделал наш герой с броней старого Т-64. Ну вот, соответственно, попадание бронебойного подкалиберного снаряда. Видно, что сквозное пробитие. Вот как это увидели наши камеры. Одна из них в момент выстрела располагалась прямо за танком. Обратите внимание, вдалеке, на горизонте, она фиксирует вспышку. Это выстрел. Ну а дальше, спустя доли секунды, попадание в цель. И вот мы видим, как бронебойный подкалиберный снаряд вонзается в броню, и в ответ звучит громкий звон, словно молот бьет по наковальне. Вот к вопросу о точности. Помните, мы подходили сюда и говорили, что прицеливаемся вот в эту зону? В маску пушки, да, в зону маски пушки. В зону маски пушки. То есть в зону попали, а если уж конкретно говорить о том, что мы крутились в этом месте, то с расстояния 5 километров, вот, практически куда целились, туда и попали. Так точно. И видно сквозное пробитие. Вот они, эксклюзивные кадры попадания ракеты в броню танка-мишени. Взрывной волной снег и осколки поднимаются вверх и разлетаются в сторону нашей камеры. Они лезят настолько эффектно, что с некоторых ракурсов попадание ракеты выглядит прямо-таки по-голливудски. Вот, например, здесь, где белый снег, густо засыпают черные осколки. Наконец, давайте посмотрим еще одну, ту самую главную камеру на стволе. Мы слышим звон, видим взрыв и черное облако, которое покрывает сажей все вокруг, включая сам танк. Напомню, это было попадание управляемой ракеты. А мы же вам еще не показали, что сделал с танком второй бронебойный снаряд. Регистрируем, фиксируем, значит, попадание сквозное, значит, сквозное отверстие, попадание в верхнюю лобовую деталь танка практически по центру. С такой погрешностью из автомата со 100 метров не всякий отстреляется. А тут 15 сантиметров на дистанции километров. Вот как это было. Заглубляем, упираемся мы в какой-то предмет, ну и фактически... Уже выходит в боевое отделение. Да, уходит и выходит. Сейчас точно так же попробуем такой же эксперимент провести со вторым. Вот точно так же полностью сквозное пробитие, что и требовалось доказать. А теперь представьте, что будет, если точно так же кто-то начнет стрелять уже не из прорыва, а по прорыву. Для этого на новом танке предусмотрен целый комплекс защитных мер. И первая из них – это решетки, которые стоят на корме, и сетка, закрепленная на башне. Мы обратили внимание на то, что вот эти защитные конструкции появляются уже не только на танке, а на многих других машинах. В чем смысл вот этой вот тенденции? Применение комплекса решетчатых экранов повышает защищенность машин от ручных противотанковых гранатометов. Здесь надо сделать ремарку. В одном из наших фильмов мы показывали, как российский гранатомет пробивает похожую самодельную решетку. Выстрел проходит сквозь преграду и даже не замечает ее. Однако ключевое слово тут – самодельное. Тогда как профессиональный противокумулятивный экран – именно так называют эти решетки – делаются из полос высокопрочной стали, которые заметно снижают эффективность кумулятивных боеприпасов. Лично я ничего подобного не видел. Вот такие вот веревочные сетки с металлическими шестигранниками. Что это такое? Это сетчатые противокумулятивные краны. Обеспечивают защиту башни от средств поражения, типа гранатомет. В отличие от решеток, такие сетки лишены жесткости, а значит их сложнее повредить, к примеру, во время марш-броска по пересеченной местности. Впрочем, понятно, что этот противокумулятивный экран – не единственное средство защиты на новом танке. Со всех четырех сторон прорыв окружен толстым слоем динамической защиты. На модернизированной машине увеличена площадь защиты бортовой проекции за счет установки дополнительных экранов. Вот это все, там находится динамическая защита. Элементы, да, динамической защиты, которые обеспечивают поражение от современных танковых снарядов. Внутри используется взрывчатое вещество, которое при пробитии преграды детонирует, тем самым предотвращает пробитие снаряда. И такое же взрывчатое вещество находится вот здесь, в этих коробках, точно так же? Да, на башне применяются аналогичные конструктивные решения. Работу динамической защиты однажды мы показывали на примере нашей редакционной машины. Когда на ее корпусе закрепили один из элементов защиты, по которому выстрелили из гранатомета. В это трудно поверить, но после такого мощного взрыва уцелела и сама машина, и манекены, находившиеся внутри, и что больше всего поражает. После такого испытания внедорожник уехал с полигона своим ходом. Мы сейчас здесь не видим с вами комплекса активной защиты. Да, здесь на этой машине мы его не видим, но возможность установки комплекса активной защиты предусмотрена. Это вот та самая «Арена». Ну, если можно сказать, ее аналог. «Арена» — это комплекс активной защиты, который обнаруживает противотанковую ракету на подлете, быстро оценивает ее скорость направления, и когда ракете остается до танка метров 5-7, может быть, 10, «Арена» выпускает ей навстречу осколочный боеприпас и уничтожает угрозу. Впрочем, испытание нового танка на живучесть для прессы тема закрытая. Так что снять кадры, как стреляют по прорыву, мы не можем. Зато у нас есть возможность показать работу еще одного очень интересного боеприпаса. Кадры, которые вы увидите сейчас — настоящий эксклюзив военной приемки. Действия этого боеприпаса еще никогда не показывали журналистам. Речь идет об осколочно-фугасном снаряде дистанционного подрыва. Уточним, тут уже в качестве мишени мы будем использовать не танк, а деревянные щиты, имитирующие террористов, вооруженных противотанковыми комплексами. Ситуация, между прочим, типичная для Сирии, где именно так боевики охотятся за танками этой арабской республики. Наш Т-90М «Прорыв-3» снова выходит на огневой рубеж. Секунда — и следует выстрел. На высокоскоростной камере мы вновь видим огонь и дым на выходе из ствола. Впрочем, ни того, ни другого нет большего цели. Снаряд летит вперед, оставляя за собой инверсионный след. С воздуха хорошо видно, как работает такой боеприпас. Давайте посмотрим внимательнее на эту картинку. Справа мы видим деревянный щит, изображающий расчет ПТРК. Секунда — и за несколько метров перед ним вспыхивает и разрывается снаряд. Осколки летят в сторону мишени, а заодно накрывает все, что попадается на пути. Ну вот мы прибыли только что на точку попадания. Первое, на что обращаешь внимание, это вот здесь эти небольшие воронки. Что это значит? Это значит, значит, мы сейчас стреляли снарядом осколочного типа с дистанционным подрывом на траектории. Значит, соответственно, он взрывается до цели, происходит воздушный подрыв. За счет этого, значит, происходит разлет осколков на большее расстояние. И, соответственно, снаряд обладает повышенным могуществом по уничтожению танкоопасной живой силы противника. Рассмотрев воронку, мы направляемся к щиту и понимаем, весь этот путь с длиной в 15 метров усыпан осколками. Что касается нашего щита, он напоминает швейцарский сыр. Раз. Попадание. Два. Пять. Два попадания. Три. Ага. После пятого и шестого эксперты находят и седьмое, и восьмое, и девятое отверстия. Все попадания отмечают с помощью маркера. Так набирается статистика. И здесь снова стоит посмотреть на кадры, снятые камерой, которые мы оставили прямо в зоне разлета осколков. Вот мы видим, как снаряд взрывается в десятки метров от мишени. По языку пламени несложно понять, в какую сторону направлен основной удар. Как раз вперед, к щитам. Но вслед за пламенем к цели несется рой стальных осколков. И снег над местом взрыва превращается в грязную кашу. Качмар, доложите, сколько у нас сквозных пробитий? Сквозных пробитий, 15 пробитий сквозных, одно несквозное. Ну, то есть, результат положительный. Да, результат положительный, цель поражена. Цель поражена. Причем, как я понимаю, результат 15 раз положительный. То есть, если было бы одно сквозное... Достаточно одного. Для того, чтобы поставить пятерку. Так точно. На этом пришло время подводить итоги. В течение того дня, который мы провели на полигоне в Кубинке, были выпущены по мишеням два подкалиберных боеприпаса. Один осколочно-фугасный, одна ракета, плюс очередь из пулеметной установки калибром 12,7. И во всех случаях попадание было гарантированным. Не считая пулемета, выбить 4 из 4, это результат на 5. Что ж, в такой ситуации мы поздравляем танкостроителей. Ну а нам осталось понять, когда этот уникальный танк поступит в российскую армию. Насколько я понимаю, машина уже завершает свои государственные испытания. Да, машина завершает государственные испытания. Основные характеристики, заявленные в тактико-техническом задании, мы подтвердили. В целом, в войска она пойдет именно в таком виде. То есть, как концепт вы принимаете? Как концепт мы принимаем. Хорошая машина, и я думаю, у нее будет свое будущее. Со своей стороны, мы хотим пожелать новой машине, чтобы она полностью оправдала свое название. И прорыв стал бы настоящим прорывом. И в российской армии, и, конечно же, на мировой арене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова